Добрый вечер. В советское время, в принципе, любой человек знал, что поскольку страна-то у нас называется советская, она все-таки страна советов, то всегда можно у кого-нибудь спросить совета. И фольклор полагал, что лучше всего этим заниматься на Красной площади, поскольку, продолжая эту фольклорную тему, там указывалось, что очень многие процессы и действия на Красной площади невозможны именно потому, что советами замучают. И вот сейчас, конечно, уже сложнее, потому как на Красную площадь обращаться за советом тяжело, хотя там всегда баражировали толпы добровольцев, готовых тебе дать совет по любому поводу. Ну, теперь как-то так получается, что люди немножко разобщены, доктрина в стране другая, тут вот всякие проблемы с вертикалью, с Олимпиадой и так далее. И если нужно кого-то о чем-то спросить, то довольно часто люди оказываются в вакууме. Вроде бы и не один на свете, вроде бы как по дедушке Ленину, живешь в обществе и не свободен от него. Но куда пойти спросить так, чтобы нарваться на тематического специалиста, и будучи при этом еще уверенным в его компетенции, так это не всегда понятно. И в этой ситуации, трагической ситуацией, оказались инженеры, работающие на Волгском дважды автомобильном заводе. Они, конечно, всегда борются с качеством. У них по этому поводу уже износилось некоторое количество специальных директоров. У них был сначала Паскаль Фильтен, сейчас его заменили на Лорана Фуфана. Они борются с качеством, у них все очень хорошо, они уже чего-то где-то как-то там достигли. И тем не менее, все-таки есть определенные у них вопросы по качеству. И вдруг эти вопросы вызрели в целое поступательное движение, а именно пойти и спросить. Но вот тут перед инженерами АвтоВАЗ возникла очень тяжело решаемая проблема. А у кого спросить, что думают люди по поводу Жигулей? Вариант первый, лежащий на поверхности, например, обратиться к каким-нибудь тематическим журналистам. У нас в стране есть умная газета Авторевью. Она износила на Дмитровском автополигоне на Ми уже несколько Жигулей. И в ресурсных испытаниях, и по краш-тестам. И довольно много дельных замечаний в свое время опубликовала. И в этой связи можно было подойти к ребятам, тем более, что они с инженерным образованием, несмотря на то, что журналисты, задать конкретные вопросы. Нет ли у них каких-нибудь подсказок нам, инженерам АвтоВАЗа, как реорганизовать, собственно, процесс. Не скажу, чтобы рабкрин. Но, по крайней мере, подняться в качестве еще на какую-нибудь ступенечку. Нет, не пошли к журналистам. Все врут эти газеты, как было бы в другом фольклорном произведении. Тогда можно было бы, ну, например, пойти к дилерам, посмотреть статистику обращений. А вдруг там тоже есть какие-нибудь отголоски человеческой неудовлетворенности. Нет, знаете ли, к дилерам тоже не получается, поскольку именно из дилерской сети идет тот мощный поток информации, который позволяет каждому последующему директору по качеству утверждать, что все в порядке. Причем с опорой на дилерские данные Паскаль Фильтен шел таким третичным шагом. У него все улучшалось в три раза. И каждый раз, когда он до какого-то отчета дорывался, то он оглашал результаты, что в три раза сократилось количество нареканий, в три раза возросло качество, в три раза возрос коэффициент удовлетворенности клиентов. Когда пришел месье Фуфана, шаг убыстрился и стал таким десятикратным уже, десятиричным. Все увеличилось в десять раз. То есть в десять раз сократилось количество обращений, количество нареканий, количество претензий к Жигулям. И в десять раз возросло качество, в десять раз оно улучшилось. И, в общем, если в десять раз, то на самом деле это говорит о том, что процент там просто сумасшедший. Потому что в десять раз это, знаете ли, даже не сто процентов, это тысяча. Если плясать от нуля. И получается, что здесь не получится никакой информации взять. Ну, мягко говоря, не репрезентативная она. Тогда ребята на Автовазе поняли, что вариантов у них два. Либо идти на Красную площадь и спросить совета там. Либо постучаться в какую-нибудь тематическую дверку пользователей. Но не тех, кто живет на обочине с разбитой судьбой и разломанными Жигулями. Не тех, кто пытается таскать по суду вазовцев. Не тех, кто пишет жалобы, кляузы и всячески гонит волну. А в каком-то другом, более безопасном месте. Ведь если прийти просто к пользователям и сказать, мы инженеры Автоваза. Нет ли у вас каких-нибудь вопросов или пожеланий к нам? Тут можно нечаянно получить по голове. То есть прямо-таки даже по лицу. В общем, даже в белозубую улыбку. Как говорит один мой маленький мальчик, в жбан пропишут, даже не спросят, как звали. Несмотря на то, что назвались на пороге мы инженеры Автоваза. Поэтому вазовцы за советом пошли в спокойный и взвешенный клуб, который так и называется ЛАД-клуб. У них проходил и регулярно проходит один единственный день качества. День качества — это такая большая конференция. Туда приезжают все люди. И они произносят слово «качество». Качество, 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 качество. После чего качество вырастает. Они позвали представителя ЛАД-клуба и спросили, нет ли каких-нибудь пожеланий, нет ли каких-нибудь советов. Представитель ЛАД-клуба обратился к сообществу, кинул в интернете, в блогах запрос, обобщил пожелания клиентов. Хорошо все-таки дистанционно. Понятно, что в рожу не дадут. И выступил на этом дне качества, зачитав список претензий. Ребята с автовазом, получив много советов, взяли тайм-аут на три недели. И за три недели блестяще решили все то, над чем они страдали, работали и трудились. Все предыдущие годы измочали целых двух французских директоров по качеству. То есть, оказывается, вот эта вся предыдущая работа, это была какая-то очень предварительная. Потому что, как только конкретно спросили, а что вас, люди дорогие, не устраивает в наших жигулях? Тут же пришли люди дорогие, сказали, что именно, и через три недели, о, блистательный отчет. ВАЗовские инженеры сказали, вот, пожалуйста, по всему вашему списку мы даем вам ответ. Ответ такой. Мы все улучшим, а рабочих заставим работать еще лучше. Ха-ха три раза. У меня вопрос. Инженеры автоваза, они что, и вправду не знали, что они творят? Они вот не в курсе на своих заводских презентациях, на полигоне, в результате испытаний, тестов, или хотя бы просто по слухам из прессы, что клинит электрический усилитель руля на Грантах и на Калинах, о том, что люди погибают из-за этого, о том, что ДТП, они не знали об этом. То есть вот эти вот сверхкомпетентные люди, которые борются за качество, у них там прирост в несколько сотен тысяч процентов, все великолепно. Они, во-первых, понятия не имели, довольны люди или нет, есть нарекания или нет, ломается или нет, а, во-вторых, как только получили, наконец, подсказку, все решили. Оказывается, не хватало только Лада Клуба, который бы им дал полезный совет. Ребят, а вы там гляньте, пожалуйста, что у вас с электроусилителем? Глянули, сказали, точно, непорядок. Мы сейчас перепишем программу. Молодцы. Ребят, вы настолько компетентны всем своим автозаводом, что, практически обратившись на Красной площади за полезным советом и получив массу вариаций ответов, все исправили так стремительно быстро, потому что это реально так быстро устранялось. Да после этого вы еще наметили себе план мероприятий, а смелись заметить, что, скорее всего, это означает попытку к старым пуговицам пришить новое пайто. Поскольку список-то пожеланий Лада Клуба, ну, представьте себе, приора, течь из радиатора, недолговечная помпа, некачественные тормозные шланги, шумная выхлопная система, лопается расширительный бачок, стук поршней двигателя, войны и точные включения коробки передач, вибрация двигателя, недостаточная шумоизоляция, дребезг в салоне, ломаются стеклоподъемники, выходит из строя генератор, ломаются указатели поворотов, некачественный пластик, стук и люфт рулевой рейки, недостаточная герметичность салона, вода с улицы попадает в багажник, течет в салон, и в том числе течет при мням безопасности. И весь этот комплекс проблем вам подсказали, и вы за три недели решили? А без этого вы не знали? То есть вы собираетесь теперь что-то такое делать? Так самое время вас просто закрыть. Вот теперь самое время не семь с половиной тысяч человек уволить, как было предложено и начертано Бо Андерсоном, а вот после того, как вот эти все проблемы вы не знали без подсказок, и только сейчас, когда Лада Клуб вам рассказал и показал, вы наконец-то обратили на это внимание, то есть раньше вы что, лицемерили, врали или пытались найти совесть? А вот теперь нашли, обратили внимание, и вот теперь самое время вас всех разогнать, потому что без пинка и без подсказки вы, оказывается, не работаете. Ведь по Ладе, Гранте и Калини, это же лучшая наша машина страны. Нестабильная работа электроусилителя руля, стук рулевой рейки, шум на холостом ходу, гул и вой коробки передач, дребезг привода коробки передач, тугое срабатывание замков. Вот этого всего вы не знали без подсказки. Ребят, вот теперь точно пора закрывать. Вот теперь уже хватит. Вот она лучшая подсказка. Наш лось верит в алгоритм и по пятибальным пробкам плотно движется. Мейл возражает не сильно. 6 баллов. Движение затруднено. 65, 10, 9, 9, 6. Федор, здравствуйте. Да, Сергей, здравствуйте. Звонил вам как-то, интересовался с сообразностью замены Паджеро Спорта на Паджеро 4. Мысль это как-то меня покинуло. И теперь меня активно соблазняют приобретением нового Гранд-Чероки на дизельном двигателе, вот этим на Альянском. Цену предлагают заманчивую. Какую? Сколько скидка там? Ну что-то получается, если суммируют скидку и то оборудование, которое дарят, ну где-то под 200, наверное, получается. И какая итоговая цена? 2 миллиона или меньше? Ну 2, там, с копейками небольшими. 2 с небольшими копейками. А машина, соответственно, 13-го года. 13-го года, Лоредо, но уже там перешитый салон будет, там дополнительно всякие камеры добавят, мониторы большие, ну много чего добавить. Ух ты, а кто это там такой хитрый, это уже дирижер салон перешивает? Да, да. Понятно. Знаете, история возникновения партии Лоредо в нашей стране. У нас есть такой сеньор Горелли, это великий специалист по России, человек, который был аккуратно причастен к гибели проекта Нижегород Моторс, когда Фиат собирались сделать в Горьком. Потом он был аккуратно причастен к гибели Фиат Солерс. Теперь он руководит представительством Джип, Крайслер, Додж и, соответственно, Фиат. И 8 ноября сеньор Горелли распорядился всем своим дилерам кинуть каждому партию в 50 машин Гранд Чироки Лоредо по стоимости 2.100 на тряпки. Причем дилеры поделились на два разных по количеству лагеря. Большинство сказало, мы же банкроты после этого, вы что? Как мы можем взять 50 машин, каждая по 2 миллиона, умножаем 50 на 2, получаем сумму банкротства? Мы же это не продадим, потому как в нашей стране машина за 2 миллиона на тряпки никому не нужна. Сеньор Горелли сказал сгружать, и нашелся только один дилер, который дал охране команду. Если попытается сгружать, огонь до поражения. Автовозы простояли на рейде и ушли в никуда. После чего сеньор Горелли, как великий стратег, тихо утерся. И вот теперь вы нашли, наконец, машину по той же самой цене, но с уже вложениями доп. оборудования, которые затратил дилер. Дилер молодец, потому что реально, конечно, Grand Cherokee сам по себе не виноват в этой ситуации, потому что машина-то очень неплохая, да еще на дизеле, что правильно. Но из лареда они делают, соответственно, уже лимитед, добавляют туда опции, и при этом они остаются в этой самой цене. Хотя вот, если вы посмотрите по сусекам, есть у нас все-таки один дилер, у которого я Grand Cherokee Limit видел за Limon 900 13-го года. Не так давно это было, и подозреваю, что на складах-то все это еще есть. Сам по себе вот этот вариант, эта разница между Grand Cherokee и четвертым Pajero, она, в общем, интересная, но машины сделаны по совершенно разному идеологическому принципу. То есть вообще по-разному. И если у вас был Pajero Sport, и вы его в том числе использовали как внедорожник, то есть не как паркетник, на котором покататься и, если что, перепрыгнуть через кочку, а куда-нибудь еще и в буераке, то Grand, он потребует от вас немножко других навыков. Хотя он при этом... Извините, нет соединения с абонемом. Вот, Федор нас покинул, поменяв свой мужской голос на приятный женский. Так вот, Grand Cherokee сам по себе аппарат молодец, но он требует привыкания. Тем более в нем люди ждут какого-то Мерседеса, ML, а Мерседеса там нет. Он лежал рядом. То есть нельзя сказать, что рядом не лежал. Лежал, лежал, было, да, на соседнем операционном столе лежал. Но в Grand'е очень много нюансов, продиктованных именно Мерседесом. И эти нюансы, так мягко говоря, первое время будут изумлять, потом вы либо к ним привыкаете, либо продаете машину в полном разочаровании. К этому надо быть готовым. Лев, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Лев. Сергей, здравствуйте. Я хочу сначала вас похвалить, а потом поругать. Давайте, давайте. Похвались, как очень талантливый человек, у вас есть за что. Я вас давно слушаю еще, когда вы были на маяке, и вот эту гадость, что с вами там сотворили, я эту передачу последнюю слушал, думаю, ну надо же, какой сволочизм явный. Вот. И в то же время я хочу вас поругать. Давайте. Я, правда, немножко вас постарше. Я уже давно не Лев, а давно Петрович. Лев Петрович, рад вас слышать. Вот. За что? Очень вас прошу, не касайтесь, пожалуйста, тем религии. Вы уже знаете, вы на себе ощутили, что это такое. Национальности. Почему? Понимаете? Вы, как очень одаренный человек, вы напоминаете то пламя, которое всего, чего коснется, обязательно должно сжечь. Любую тему вы можете взять и с юмором ее обрисовать, а где без сарказма. Но вот то, что касается Тольятти, вот вы по рабочим прошлись несколько раз. Я сам не был по рабочим, только в второй третий. Я инженерный работник. И предложить людям, а езжайте вы в Владивосток, а езжайте вы в Чечню или в Калининград, наши правители, наверное, не думают, но вы же умный человек. У нас нет программы переезд. Для людей это будет трагедия. Без работы остаются 70 тысяч человек. Вот об этом надо поговорить. Если мы будем закрывать все наши производства, ну, съедят нас потрохами. Там есть кому съесть за бугром. Тем более страна такая богатая. Нам надо свое возрождать. Да, бить по морде вот этих руководителей, которые уже вазом там дважды владеют, рыношники, и не могут навести элементарный порядок. Но они у себя не могут. Они уже там в лужу сели. Лев Петрович, вот все-таки по пунктам. Да. Программы переселения нет. Да. И, к сожалению, не будет. И, может быть, единственный, кто предложит какие-то стартовые условия, более-менее выгодные, это будет как раз Рамзан Кадыров. Потому что он в Чечню умеет привлекать людей. И в этом отношении он молодец. И у него можно поучиться. Конечно, не Владивосток, не тем более Калининград. По этому поводу ничего внятного не сказали. Хотя в Калининграде все-таки рабочая слобода на 50 тысяч, она строится. То есть, может быть, будет жилье. Но, конечно же, для любого нашего человека, достаточно инертного, переезжать – это трагедия. Даже после того, как уволили, в родном городе нет работы. Это одна часть проблем. Вторая часть проблем. Что дело с производством? Производство сохраняет любой ценой. Да, возможен вариант. И у нас очень многие предприятия в стране существуют вопреки, потому что как-то нужно, чтобы люди ходили на работу. Экономически это невыгодно и нецелесообразно. Сейчас. Только сейчас. С вами не соглашусь. Времени так много. Хочу о чем сказать. Если мы сейчас будем рассуждать, вот каждый день, вот сию секунду, минуту, что мы оставляем только то, что экономически целесообразно, это всю страну надо закрыть. У нас даже нефтянка неэкономически целесообразно. А мы так и сделали уже. Мы страну закрыли. Не надо этого делать. Нам надо восстанавливать. Мы уже разрушали 20 с лишним лет. Хватит. Надо восстанавливать. В том числе автомобильную промышленность. С какого места? Я надеюсь, что вы будете помогать этому, а не ерничать над тем, что люди остаются без зарплаты, что это будут трагедии в семьях, что мужья будут уезжать, а жены с детьми здесь оставаться, семьи будут распадаться. Мы живем с вами, почитайте конституцию, в социальном государстве. Нам наше правительство все время пытается наоборот сказать. Нет, да не нужны мы вам. Вы нам не нужны. Никакое у нас не социальное государство. Открываем конституцию. Лев Петрович, итого, вы инженер. Вы видите конечный результат под названием АвтоВАЗ. Жигули. А если дальше посмотреть конечный результат? Развал всей экономики, оставшейся в нашей стране? Нет, может быть остановимся? На каком этапе? Мы вложили туда столько-то, столько. 75 миллиардов. Да, 75 миллиардов. Последний транспорт. Ребята, ну-ка покажите, что вы на них сделали? Ничего. Где счетная палата? Ничего. Так вот надо по мордасам организаторов бить. Я на всю жизнь запомню одну передачу, показывали в Японии, как это у них делается. Как строится за короткий срок небоскреб. Так там инженер говорит, 99% успеха, что это высокое качество, это моя работа. Я сумел организовать, что этот рабочий вовремя получил гайку, болт нужного размера, все качественно, и он сделал все это качественно. Лев Петрович, счетная палата придет на АвтоВАЗ и обнаружит, что деньги потрачены нерационально. Это финал. Есть процесс, который к этому привел. Хорошо. Вы, ваша конечная цель, для чего вы долбите, в том числе и АвтоВАЗ? Для чего? Скажите мне, пожалуйста. Долбите это что? Я занимаюсь тем, что ставлю диагноз. Вы скажете, конструктивная критика. Нет, не конструктивная. Потому что для Москвы АвтоВАЗа нет. А дальше в АвтоВАЗ есть. Есть Россия. Вся остальная. Нищая Россия. И у нее отобрать рабочие места. Ведь Путин, вы помните, он там был? Я хорошо запомнил. Эти 70 тысяч человек. Он говорил, мы вас не бросим. Теперь бросит. Вот его слова. Теперь уже бросит. А мы с вами? Мы тоже бросаем наших людей или нет? Я, например, этим людям готов дать несколько ценных советов. Совет номер один. Закрыть АвтоВАЗ. А 75 миллиардов, которые кинули якобы на его модернизацию, раздать им для переселения в другие районы. Чтобы на месте АвтоВАЗа был город-сад. Или просто сад. Но не город. Как производственная площадка, она себя уже полностью дискоретирует и черпала. Дальше поехали. Следующий. Горьковский завод, Калининградский завод и все остальные заводы вы предлагаете так. А вы, ну вы же помните, вы ненамного меня моложе. АвтоВАЗ был передовым предприятием страны. Когда тогда пришли итальянцы с новым оборудованием, научили людей. И что из этого следует? А что мы сейчас, почему мы этого не можем сделать? Почему мы обязательно должны разрушить? Я вот этого не могу понять. Завод комплектующих мы должны построить. Если мы хотим, чтобы у нас конечный продукт был, мы должны создать автокластер. Вот здесь мы с вами сошли. Совершенно верно. Давайте будем программировать. Будем строить свои комплектующие лучше, чем японские. Не получится. Они хуже. Получится. Если не делать, дорогу осилит идущий. А с чего мы начнем? Россия показывала. Лев Петрович, почему у нас нет производства мобильных телефонов в нашей стране? Знаете? Расскажите. Потому что государство за каждую привезенную сюда комплектующую деталь взымает свою пошлину. Невыгодно. Это политика государства. Новости. 6-7 в пользу мейла. Положение в пробках Москвы на улицах. 6-5, 10, 9, 9, 6. Семен, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Хотел бы задать вам вопрос по поводу Киа Карнивал. К сожалению, на новую машину денег не хватает. Где-то года 7-8 на дизеле с автоматической коробкой. А у них как раз переходной год 7-8. Вот с 8-го года пошел третий. А 7-й год это еще Карнивал 2, так называемый. Соответственно, вы какой? Вы хотите тот, который с новым кузовом? Алло, алло, алло. Ну да, интересно. Я-то вас слышу. Семен. Алло, алло. Я вас не слышу. И, наверное, даже не видите. Да, это печально. Итого, это два разных Карнивала. И когда вот подобный водораздел, то Карнивал 2 предпочтительнее. Потому что эта машина доведенная до ума. Она долго выпускалась. С ней все в порядке. И нет особых вопросов. Тем более, что сам по себе Карнивал, вот тот вот, второй. Он очень много и плодотворно в разных странах, и в Корее в том числе, работал в такси. С третьим Карнивалом такая попытка была. Нельзя сказать, что она увенчалась полным успехом. Карнивал 3 первого года, то есть 2008. Я бы не советовал брать именно потому, что это была машина, обреченная на все отзывные компании. На массу гарантийных проблем. И даже если предположить, что все устранено. Вот абсолютно владелец хороший, все-таки 2008 года. Сколько лет он на ней ездил. Все, что называется, сопли подобраны. У нее очень серьезные изменения по номенклатуре комплектующих. Попытка починить подобный агрегат. Ну, сложнее. Тем более, что, скорее всего, это будет уже второй владелец. И, Семен, вы будете третьим владельцем. Петр, здравствуйте. Алло. Добрый день всем. Здрасте. Да. Говорите. Здрасте. По традиции, хочу вас поблагодарить за передачу. Есть еще традиция меня поругать за передачу. Да что вы. Нет, я туда не буду присоединяться. Наизвест. Смотрите, какой вопрос. Значит, есть у меня жена и двое детей. Жена сидит дома, занимается воспитанием. И так, по хозяйству. Есть у жены сейчас форт-экспор третьего поколения 2005 года выпуска. Так. Накатал, без малого, 200 тысяч. Так потихонечку сыпется, да, уже начиная там. Ну, вот коробку разве что еще не делал. Ух ты. Редуктор на подходе задний. Вопрос в чем? Вот хочется, наверное, как-то его поменять, что ли? Вот пытаюсь понять на что. То есть она, с одной стороны, уже три года ездит на достаточно большом, равном внедорожнике. Как-то что-то большого равного-то, наверное, больше и не делают особо, да? Вот с эксплуатационным, если сравнивать по техническим характеристикам, по эксплуатационным. То есть я, наверное, даже вот еще скажу как. Эксплорер устраивает абсолютно всем абсолютно универсальный автомобиль. Чуть-чуть от внедорожника, очень вместительный, надежный, неторопливый такой вот для женщины, мне кажется, сам это. Для женщины по хозяйству это такое суровое у нее хозяйство. И напрямую пересесть, если на рамную машину с сопоставимым вооружением, то это будет Тахо. Все остальное, либо серый импорт, либо детские кроссоверы. Ну вот про Тахо тоже думали. Но она в итоге переболела на рейтинге гигантизмом. Если ей Тахо год назад еще нравилось. То есть сейчас она так посматривает в сторону таких вот кроссоверов небольших, типа Sportage и прочих этих вот X-35. Ну как бы ей ездить, да, я не советчик. Я просто пытаюсь понять, вот на ваш взгляд, вот машину, которая есть сейчас у нее, да, вот этот Тахо 45-го года. Понятно, что старый. И понятно, что за такие деньги, там 500 тысяч или плюс-минус сколько он стоит сейчас на рынке, не найдем мы ничего вообще. Да, Запорожец. Максимум Запорожец вы найдете. Вот, 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 правильно. Вот как вы считаете, даже вот добавив миллион, то есть имея полтора миллиона в кармане, да, имеет ли смысл с этой машиной на что-то пересаживаться или проще в эту машину вложить, там, я не знаю, еще 1100 или 200, поменять там основные какие-то там расходники и прочие агрегаты и еще на ней счастливых пять лет проездить. Хорошо, а потом что? Ну, во-первых, вряд ли пять, может быть, год-два-три. Дальше возникает опять тот же самый вопрос. И что, на что его менять? Менять его будет опять не на что. Не, ну, потом посмотрим. Через год-два-три-то может что изменится на рынке? Кто узнает? Ну, возможно, что вы будете ездить на ГАЗ-66, а она будет на Туреле с ДШК решать массу других хозяйственных вопросов. Такое через год вполне может быть. То есть вероятно. Да. То есть вероятно. Просто сейчас вопрос стоит именно поменять машину. Если через год-два-три, может быть, по-другому походу отставляют, у Испорова, потому что мне он тоже очень нравится, то сейчас, как бы, а ей там возьмем чего-нибудь там, ну, не знаю, что там будет на тот момент. Вот. То есть сейчас это вопрос именно замены, да, то есть хочется сохранить по максимуму всю универсальность, которую дает сейчас Испорова. Ну, может быть, только менее прожорливую машинку бы взять, единственная, да, потому что там 15-20 литров на сотню, пусть и 92-го, но все равно ощутимо. И пробегами там по 100 тысяч. Петр, вот если хочется именно поменять, и вы готовы в эту игру всерьез начать играть, то универсальность сохранится только у внедорожников, и это будет что-нибудь типа Pajero Sport или Pajero 4, а поскольку дилеры сейчас дораспродают 12-й и 13-й год, то их можно взять измором, и недавно мне, например, в Facebook постучался человек, который задался целью купить Pajero 4, он взял 3.0 автомат, соответственно, полная комплектация на коже и с блокировками, и он уложился в миллион триста. При том, что дилеры... Да, в том-то и дело, я тоже у него переспрашивал. Вот он задался этой целью, он два месяца мотал на кулак нервы и слезы в перемешку с другими частями организма дилеров, и все-таки получил то, что хотел. Со скидками, с подарками и с доброй улыбкой. Он этим вопросом занимался. Молодец, преуспел. Потому что именно что не Pajero Sport, а Pajero 4 за миллион триста новый дилерский с гарантией он получил. И машина сопоставимая. Тем более, а вот если, например, еще взять на дизеле, можно взять Pajero Sport, у которого дизель вообще замечательный. Можно взять большое Pajero, но в него обязательно нужно ставить Webasto, потому что иначе там будет просто склеп на колесах, морозильная камера, в нем очень холодно зимой. Дети не поймут, жена тоже, наверное, не сразу поймет, что ей нужна еще и шубка к этому, желательно норковая. Но, по сути, вы получается, что пересаживаете ее из рамного внедорожника за руль рамного внедорожника. Чуть поменьше, не такой страшный, но тоже умелый и хорошо размещающийся в городе. Он все-таки не слон в посудной лавке, что один, что другой. На нем можно еще и туда пробиться, и сюда приехать, и еще припарковать есть куда, места пока хватает, несмотря на все потуги московского правительства. А про Хайлендера вы что-нибудь скажете, хорошего или плохого? Вот тот, который новый сейчас... За полтора миллиона вы возьмете, что называется, нынешний, уходящий со сцены, потому что к нам уже сейчас заявлен за тысячу, по-моему, восемьсот с хвостом, за миллион восемьсот новый Хайлендер, и разница между ними в том, что нынешний, вот тот, который сейчас уходит уже со складов потихонечку на наши улицы, а потом на помойку, это просто обычная легковая машина. Вообще легковая. Вот просто легковая. У нее хороший мотор. Ну и все остальные причуды, которые японцы не угадали в американцах. Вот с точки зрения европейцев все японцы косоглазые, а с точки зрения японцев все американцы, видимо, тупые. И поэтому машины они делают, исходя вот из этого стереотипа, который не пересматривают со времен Пилл-Харбора. И Хайлендер после Эксплорера, конечно, он будет казаться легкой, изящной дамской игрушкой. У него спартанский салон, у него семь мест, у него шикарный мотор, у него так себе руль, у него так себе тормоза. И у него нету системы полного привода, способной преодолеть что-нибудь глубже, чем стаканчик от мороженого. Если, не дай бог, ваша жена вляпается в этот стаканчик, она к нему прилипнет, и в три колеса будут шлифовать асфальт, сухой, чистый, летом, а четвертая будет потреблять весь крутящий момент и говорить, все, не едем никуда, ничего не могу сделать, все, я застряла. Хайлендер в этом отношении великолепная машина. Это просто легковушка. Понятно. Про Паджеро еще тогда последний вопрос. У меня был лансер одно время, лет 6-7 назад, 9-й. Я на нем где-то 1150 отъездил, но он после сотни начал меня пугать стоимостью ТО. То есть у меня там что не ТО, там раз 15 тысяч, я тысяч по 30 рублей выкладывал. Это вот с ценами 6-7 лет назад. Вот про Паджеро. Ну то есть у меня остался естественный стереотип, что все японцы вообще, а Митсубиси в частности, они как-то не очень дешево отхожили. Петр, за 6 лет ситуация очень сильно изменилась. И инфаркт вас хватит при первом ТО, а не через 5 лет эксплуатации. Как только вы приедете к официальному дилеру, вы сразу возьмете с собой валидол, лучшая реаниматолога, потому что замена масла сертифицированными руками сертифицированного мастера в сертифицированных перчатках, это практически приговор вашему кошельку и нервной системе. И для того, чтобы ездить на Митсубиси, на любом Митсубиси, нужно туда приезжать только для исполнения необходимого ритуала регламентных работ, для сохранения гарантии, а обслуживание делать в гараже. И мастеров самое главное отгонять пинками, потому что при попытке, вот самое страшное, что может сделать официальный дилер, это не дай бог установить какое-нибудь доп. оборудование, это просто катастрофа. И следующая катастрофа, это любые работы над телом автомобиля. Если замена колодок, то после этого вам придется, во-первых, смотреть колодки или поменяли, или поменяли что-то другое, во-вторых, проверять затяжку всего, что только можно. Масляный фильтр, скорее всего, забыли, поставьте на него метку, полюбуйтесь на то, как вам будут впаривать цену нового. Там этих приколов очень много, потому что за последнее время произошло вот это вот качественное ухудшение персонала, когда грамотные люди ушли, молодежь осталась учить некому, и теперь, в принципе, если раньше по отдельным брендам был известный лозунг, что вашу машину не сможете сломать вы, ее сломает ваш дилер, теперь это стало общей практикой. Теперь уже совершенно нормально приехать и нарваться на такое, после чего, ну, после чего все будет совсем тяжело. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Это Виктор, Москва. Давно слушаю вашу передачу, очень нравится, спасибо большое. Вопрос такой, я хотел бы купить вот этот джип Рубикон, дизель, автомат. Ну, я слышал, вы не очень хорошо отзывались об этой машине, но вообще что вы могли бы конкретно сказать? Стоит покупать, не стоит? Давайте уточним, это вот джип Рэнглер Рубикон, новый, а дилер стоимостью в два с хвостом. Ну да, он где-то так стоит, да. Виктор, если в этот момент вы вздумаете еще раз пять подряд жениться, вы сделали абсолютно правильный выбор, потому что второго такого автомобиля, сворачивающего голову абсолютно всех блондинок на тротуаре, нету. Порше не может столько внимания к себе привлечь, сколько джип, и неважно, Рубикон он при этом или нет. Сергей, нет, ну у меня не задача по блондинкам. Впереди весна! Ну, нравится эта машина, вот с точки зрения качества, вот что можете сказать. Качество там относительное, машина сама по себе интересная. Вы хотите длинный или короткий? Нет, я хочу короткий. Классический короткий. Он, в общем-то, сделан людьми, которые прекрасно понимали, что такое бездорожье, и на этой штуке уже можно ехать за грибами не только в супермаркет, но и в лес. Как всякий американец, он подкинет вам парочку дохлых свиней, и вы будете разбираться с этим долго и старательно. У него серьезная работа над ошибками была, потому что раньше любой Рубикон в обязательном порядке должен был сгореть. Сейчас у него из-под катализатора убрали специальную полочку для хранения вот этих огненных припасов, которые у него и воспламенялись. Проведена была определенная работа над ошибками. Не все устранили. Много полезного сделали. У него либо механика, либо автомат, и это все работает нормально, особенно с турбодизелем итальянским в паре, и везет хорошо. Но эта машина будет, во-первых, по размеру, она снаружи, вы в нее внутри были уже в гостях? Да не было еще. Она снаружи огромная, а внутри она тесная, приблизительно как Матисс. К этому не все готовы. Там по эргономике есть масса нюансов, но в целом в этой машине самое главное, это не то, как она едет, а то, как она выглядит. Новость. 7.6 в пользу мейла. Движение есть, жизнь продолжается. Выбираем себе автомобили. Юрий, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, Юрий. Вы в эфире. Я, кстати, тоже. Да. Я хотел просто коротенько вас поддержать по вопросу. По-моему, Лев позвонил, да? Да, Лев Петрович. Ну, Лев Петрович, я могу его назвать Львом, потому что мне уже далеко за 50. Я был производственником и вижу, как закрываются заводы, и вместо них организуются различные меги, там, торговые залы и так далее. Потому что вложить в производство наши бывшие, там, руководители из производов не будут из-за того, что это же надо вложить большие деньги и ждать отдачи через 5-7 лет. Гораздо проще сдать в аренду. Поэтому, если раньше мы все поддерживали, помните, вас поддержать, поддержать. Надо сейчас, как это не больно, решить кардинально закрыть. И рабочие спокойно придут к руководителям и спокойно с ними переговорят, что им делать и почему закрыли завод. Потому что, как вы правильно сказали, ну, я говорю, вас именно поддержать, защищать вас не надо, вы очень грамотно все говорите и все правильно. Поэтому катаюсь по стране, смотрю, как вместо заводов просто большие торговые центры, купи-продай. Поэтому вас поддерживаю, и чтобы не было на вас дальше таких нападок. Да, вы говорите маленький рисковатый, в конечном итоге виноваты руководители, но надо, чтобы рабочие пришли и заставили, чтобы, ну, навряд ли будет новый завод, для этого надо купить передовую технологию, они, как помните, на газе купили, да, то есть старую модель. И я сразу сказал своим друзьям, что ничего, она не пойдет, ничего брать не будет, это закроется и будет там перепрофилироваться или что-то делать. Поэтому регулярно вас слушаю. Спасибо вам большое. И поддерживаю вас в этом вопросе. Спасибо. Ну, давайте все-таки чуть-чуть еще пару слов. Вы, как бывший производственник, вы видите картину увядания нашей страны и конец нашей экономики. Ведь замена производств на коммерческие точки, в которых кто-то что-то продает и кто-то что-то покупает, это тупиковый путь. Но, так или иначе, он у нас, вариант, спущенный сверху. И вот мы с вами видим, как, например, из Москвы сейчас налоговые резиденты потихонечку по приказу уходят в Питер. Газпром уходит в Питер, Роснефть уходит в Питер. Почему это происходит? Не только потому, что приказ сверху. Не только потому, что Москва отпускает. Москва и Собянин, человек, который пользуется прямым выходом на Путина, мог бы и не отпустить. Он мог бы разыграть коллизию под названием «Ваш связь, ты извините, но если вы выводите налогового резидента из Москвы, то, соответственно, у меня здесь ухудшаются экономические показатели». Почему происходит это? Почему можно? Потому что в случае завода, производства, предприятия прибыль не то, что через 5-7 лет. Дай бог, если производство через 5-7 лет выходит в ноль. И почему из Москвы... Я в лучшем случае сказал. Совершенно верно. В лучшем случае. Это я в самом оптимистическом варианте. Да. И кто становится, особенно в Москве это будет заметно, кто становится основным поставщиком денег в бюджет? Мы с вами, в первую очередь, водители. Почему «Газпром», который платит 150 миллиардов в год, уходит из Москвы безболезненно? Потому что мы с вами своими штрафами и платными парковками эти деньги доложим. Потому что у нас будет ужесточение репрессий по ЖКХ, у нас будет расти тариф по абсолютно всему спектру потребления, которое только есть. И если раньше экономика... В принципе, было придумано, что 60% приносит в бюджет экономика 40% населения. Теперь выясняется, что не нужно. 60% экономики поступления в бюджет оттуда не будет. Давайте сделаем 90% денег. Это податное население, оплачивающее во всех городах. Зачем здесь производство? В завод надо вкладываться, поддерживать, что-то делать. И при этом должна быть какая-то государственная политика, в том числе социальная. И, например, вы говорите, рабочие придут, и поговорят. У нас есть уполномоченное лицо, товарищ Шмаков. Это наш лидер профсоюзов. Это он должен отстаивать интересы пролетариата, который, к сожалению, сам не в состоянии это делать. И в итоге, в сухом остатке, что мы с вами имеем? Мы имеем государственную политику, которая направлена на то, чтобы гастарбайтеры подметали улицы. Народ сидел на дотации, либо пил водку. Производству не нужно никакое абсолютно. Ни высокотехнологичное, ни допотопное. А поступления в бюджет будут от нас с вами, как от людей, находящихся на нефтяной ренте. Хотя в прямую мы денег от нефти не видим вообще. И тем не менее экономика перераспределяется в сторону полного потребления и взимания денег с нас, как с податного населения. Промышленность здесь не нужна. И мы имеем автоваз, который не то, что дискредитировал себя. Он, в принципе, не способен, поскольку является моделью социалистической, рассчитанной на стопроцентную поддержку государства. Государство не стало, поддержки не стало. Автоваз тихо умирает. Раздали бы деньги людям. Лучше было бы. Да, к сожалению. И хотел бы добавить, правильно вы заметили, что убирают из Москвы некоторые крупные компании. Иначе будет так, ну, в Мексике, да, Мехико. Или там, Рио-Ди-Жанеры. Все едут в Рио-Ди-Жанеры, чтобы найти какую-то работу. Также едут все в Москву. Поэтому надо как-то разбавить вот это вот. Ну, вот тут это как раз два разных пути, которые свидетельствуют о том, что правая рука не знает, что делает левая. Москву расширили для того, чтобы в нее приехала жить вся страна. А налоговых резидентов вывели только в Питер. При том, что налоговых резидентов нужно было выводить по всей стране, поскольку у нас погибает каждый город. И, например, Абрамовича. Да, Газпром в Кемерово не поедет, правильно? Ну, или в какой-то там другой город. Вот. Поэтому вот, ну, Питер. Никуда еще я не знаю. Поехать, знаете, впрямую поехать, может быть, он и не поедет. Но если у него налоговое резидентство находится в регионе, то это означает, что тот бюджет получает деньги. Ехать не обязательно. Но поскольку производства там не будет, никогда и никакого. Денег не будет, а местное население даже своими штрафами не в состоянии ничего оплатить. Получается, что единственный вариант, это государственных ребят заставить перерегистрировать контору. А дальше живи ты хоть в Москве. И это не подразумевает 100% миграции населения. Газпром, он как торчал посреди Москвы, так еще десятилетия проторчит. По крайней мере, в районе метро, какое там у нас, это Калужская, в районе Калужской. Торчал и будет торчать. Но ведь Абрамович, он у нас не жил на Чукотке. Но в Анадырь пришли налоги с его трех нефтяных компаний. 80% бюджета. И что там произошло? Он стал похож на город. Там стало возможным жить. При этом производство же там не возникло абсолютно. Там ничего не производили и ничего не производят. Но туда пришли просто... Да, только налоги. Только за счет налогов. С местного населения можно было это снять? Нельзя. Нет у местного населения столько денег, чтобы хотя бы там просто сделать какой-нибудь элементарный асфальт на один сезон, на лето. Пришел Абрамович, перераспределил финансовые потоки. Начался расцвет. Впервые в истории этого края. Такого не было там никогда. И с уходом Абрамовича больше не будет. Вот, собственно... Но в одном небольшом крае, правильно? Да. Всю Россию они так не поднимут, не поддержат. Всю Россию поднять они, конечно, и не планируют. Но для того, чтобы у нас были очаги жизни не только в Москве, в Питере и в Сочи, нужно было бы все-таки налоговых резидентов тонким слоем размазать по остальным регионам, где промышленность погибает, сельское хозяйство погибает, люди уезжают, и денег там не будет. И АвтоВАЗ тот же самый. Вот представьте себе, если бы люди из Тольятти, получившие 75 миллиардов в руки конкретно наличными, уехали жить по всей стране или в рамках программы переселения. Ну, предположим, что этих несчастных людей заставили со своими реальными деньгами переехать, ну, условно говоря, в Омск. В промышленный город Омск. И тогда в Омске на какое-то время появился бы вполне пристойный класс людей с деньгами. После этого что нужно сделать? И после этого, например, в Омск переводится штаб-квартира «Газпрома». Как это решается? Там сидит один несчастный клерк, который тихо-спокойно спивается от круглосуточной водки, потому что он там один, но налоговая резидентура обеспечивает в Омске уровень жизни огромного количества людей. И тем, кто украл, и тем, кто просто работает. Но в городе появляются деньги. Производство там не появится. Такой вариант мог быть, но такой вариант почему-то многих не устраивает. Мы не знаем почему. Да, и куда деньги уйдут еще тоже непонятно, да? Да, с деньгами у нас всегда сложно, они почему-то деваются не туда, куда хотели. Но с «Автовазом», с этим несчастным многострадальным заводом, на котором что не инженер, то гений, что не рабочий, то суперквалификации, что не автомобиль, то брак, что делать непонятно. Место заколдованное. Вот оно заколдованное и все. Ну, уже понятно, то есть надо закрывать. Это больно, да? Как хирурги говорят, но надо вырезать. Я думаю, что нашим этим обсуждением мы как бы пояснили тем, кто еще собирается позвонить, да, то есть с нападками, что варианта другого нет. И поддержка тут как бы не нужна. Так что спасибо вам большое за передачу. Я вас слушаю. Как-нибудь позвоню, законсультируюсь, несчет в машине, на которой езжу. Спасибо вам, Юрий. Илья, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Хотел бы спросить следующее. Что ждать от машинки Renault Velsatis? Аплодисментов. С пробегом 122 тысячи, езжу на ней третий год, покупал сам в Мюнхене с пробегом 68 тысяч. Ничего по ней не делалось вообще, кроме один раз замены колодок. Мотор какой у нее, дизель или бензин? Нет, бензин 2 турбо на шестиступенчатой механике. Какая интересная комплектация у нее, чисто европейская. Да, это чисто европейская. По-прежнему не верю в 68 в Германии тысяч километров пробега, но Velsatis, это был флагман. Она была в конторе, и покупал я ее у конторы, как разъездная. Ну, в принципе, потому что я на 120 в ней ничего не приходилось делать. Ну, в принципе, похоже. Ну, тем более в конторе не поверю вообще никогда, потому что контора брала не для этого. Но машина, флагман, флагман делается с запасом прочности везде, где только можно. До завтра.